Андрей Борисович, ну впервые ли были на таком мероприятии, так сказать, на прямом контакте с Путиным? И если не впервые, то как в этот раз было все организовано? Я был во второй раз, первый раз я ездил в конце 2000-х годов, там проходило все в Кремле, в большом зале, в огромном. Но сейчас понятно, что народ большой собрать в такой зал невозможно, потому что мы тут всех перезаражаем, то есть если кто-то, кто-то будет больной, поэтому было решено разбить нас на небольшие группы участников. Мы заходили в огромный зал, садились на вот эту вот территорию большую, то есть, ну как будто бы мы, вот помните, кинотеатр «Мир» был старинный, вот как бы мы все сели в этот огромный кинотеатр «Мир», тысяча человек, вот этот тысяча человек сидит, и все с этими плакатами, и там эти плакаты на удалении вообще их не видать, то есть непонятно, там кричат с мест, а здесь получилось даже, может быть, удобнее, потому что все сидели достаточно компактно, и всех этих плакатов, и все лица были видны. Единственное, что там, что здесь было общее, это по большому счету лотерея, лотерея в том, что заметят тебя, скажут, дадут ли тебе вопрос задать, либо не заметят. То есть, вот смотрите, у нас было 61 человека от всей Сибири, то есть приехали от Иркутска до Томска, вот все вот туда съездились, и квота была, как оказалось, всего два вопроса на всю студию. Я понимал, что я могу задать вопрос, если мне повезет, если не повезет, я его не задам, но мы подготовились серьезно, мы провели мозговой штурм здесь, вопросы хорошие, мы их сегодня опубликуем, уже, наверное, опубликовали на сайте Толка, то есть там можно их посмотреть, какие вопросы хотел задавать, то есть там они вполне себе такие, они и одновременно касаются Алтайского края, но они довольно-таки универсальные. Собрали эти вопросы, к сожалению, они не прозвучали, вы их можете посмотреть на сайте Толка. Нет разочарования от того, что некоторые люди пользовались ситуацией, задавали не совсем важные вопросы, не те вопросы, которые должны были быть озвучены? Звучит претензия именно к журналистам, которые задавали эти вопросы. То есть не к формату проведения этой конференции, у меня тоже к формату вообще никаких претензий нет, это хороший шанс, чтобы ты мог задать вопрос президенту. Ну то есть мало у кого из моих коллег в других странах есть такая возможность, особенно у провинциалов, задать вопрос первому лицу. У тебя этот шанс есть. Понятно, что этот шанс может быть, может не быть, ну как повезет. Но если повезет, то этот шанс у тебя будет. А вот коллегам, которые были из других мест, которые задавали совершенно поверхностные вопросы, или даже не вопросы, а чего-то выпрашивали. Ну как вот беременная девушка выпросила медаль для вице-губернатора, но это хорошее, конечно, дело, но это не для этой пресс-конференции. То есть Путин туда пришел, чтобы поговорить о проблемах страны, рассказать о том, что делается в правительстве, что делается президентом. Ну вообще. И показать, куда мы идем, какие у нас есть проблемы, какие у нас есть достижения. Ну то есть вот о чем-то поговорить с нами. И когда ты вместо того, чтобы поговорить об этом, начинаешь задавать идиотские вопросы, ну то есть либо ты шутишь, и там начинаешь себя представлять кем, либо тебя подготовили так, что ты не вопрос задаешь, а решаешь какую-то проблему своей местной власти, вместо того, чтобы задавать вопросы, которые интересны жителям твоего региона, то получается, что ты не только себя напосмешиваешься заставляешь, ты немножко девальвируешь нашу профессию. Там действительно были хорошие вопросы, там и задавали хорошие вопросы, и серьезные ответы получались даже на дурацкие вопросы. То есть Путин в этом смысле хорошо поступал, что он, когда получал даже какой-то странный вопрос, или вопрос, который поверхностный, он все равно находил момент, чтобы что-то серьезное рассказать. А вот как поступали журналисты, это большой вопрос к тем редакциям, которые их туда делегировал.